Я никого не обманываю, я говорю правду. Так и было. Наш министр пообещал, что 9 мая они выплатят детям войны по 2000 рублей. Это как бы первоначально. И уже с Госдумы есть постановление отклонить. Я говорю, как отклонить? Там такие вещи предлагают депутаты, что это на благо народа. Я так понял, что при подсчете проверки Минздрава нашли очень грубые нарушения. Афонсу, да? По-моему, я сейчас точно не помню, но там было около 200 миллионов, у меня было даже первичных документов. Ходят на митинги одни калмыки, русских нет. Это мое мнение лично. Потому что, скорее всего, за управление этого времени, город, допустим, республики, сложилось некое такое мнение, что брат, сват там сидит. Чего это, я пойду? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл нашей передачи. В прошлой пятницу у меня сорвался выпуск одного из выпусков, поскольку я договорился с одним из депутатов от партии «Единая Россия», который заверил меня, что он действительно придет. Ну, так, проще говоря, мы пожарили с ним при таки, что он придет в среду на запись. Однако он ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу не пришел. До сих пор на звонки не отвечает, на сообщения не отвечает. Ну, последствия я предложил другому депутату в пятницу, так же, от «Единой России». Но тот мне, по-честному, сказал то, что ему не согласовывают сейчас идти ко мне на передачу. Ну, еще не время. Ну, вот такие у нас депутаты от «Единой России». Ну, вы выводы делайте сами, мы просто показываем, мы формируем общественное мнение. Сегодня у нас в гостях депутат «Народного хурала» от Калмыцкого регионального отделения КПРС Сергей Александрович Цимбалов. Сергей, вот ты слышал, да, почему вот так депутаты? Они же должны быть открытыми. Должны быть открытыми, но тут… Как ты характеризуешь такой поступок? Ну, в честь и по-мужски это, ну, как бы, неправильно. Ну, если сказал, то сразу сказать «нет». Зачем он так вот делает, что на звонки не отвечает, как детский сад. Все взрослые люди, тем более законодательный орган, от чего это, как бы, скажем, вся республика зависит от этого голоса. И так ввести неправильно. Я никого не обманываю, я говорю правду. Так, так и было. И так, Сергей, почему вот ты решил стать членом Калмыцкого регионального отделения КПРС, почему ты решил стать депутатом? Расскажи, вот вкратце, и для наших подписчиков свой путь, вот такой политический, вот, до становления депутатом Народного хурала. Ну, скажем, этот был путь долгий. Изначально я был представителем боевого братства в республике, это в 2003 году. После чего в 2004 году был одним из организаторов митингов, которого в 2004 году разогнали. А, против Костяна Алимжина? Да, да, да. Ты участвовал в нем? Участвовал. Ты был активист. Организатором, да. Организатором даже был? Вот. После того я долго сомневался, думал, и все-таки пришел к тому моменту, что именно только КПРФ может решить какие-то вопросы. Не как Единой России, хотя были предложения Единой России заходить, но что-то оторвало меня оттуда. Ну, и человек из советского прошлого, тоже, рожденный в СССР, мне ближе к КПРФ, чем Единая Россия. И в дальнейшем, став уже одним из членов партии, потихоньку балансировался, не всегда успешно, в 2014 году стал депутатом городского собрания, после чего уже стал депутатом Народного курала. Ну, ты был в ВГСе, после этого, в 2018 году избрался в Хурале. Сергей, вот, как депутат Народного курала, как член фракции в КПРФ, какую деятельность, какой у тебя был план законопроектных работ на этот год, какие законы вы приняли, вообще работу в КПРФ, как в КПРФ в Хурале. Ну, вот, я малость упустил, я в 2017 году был переведен с ЭГС на Хурал, там один, последний год я там просидел, была замена, у нас один депутат сложил полномочия, и меня подняли уже, как в списке, стоящем в Хурале туда. И в том созыве уже наш депутат, один из депутатов, вынес такое предложение о чествовании 110-й кавалитской дивизии калмыцкой. Вот, на Хурале прошло, все, теперь эта дата законам закопили, ну, празднуется, и празднуется уже. Также неоднократно наши фракции в прошлых созывах выступали с предложением о детях войны. Ну, всячески его, как бы, не принимали. Ну, вот, в этом созыве довольно недавно, скажем, на... Поподробнее скажи, что это такое и... Этот закон о детях войны был инициирован нами, РПРФ, но внесен уже был правительством республики. Вот, и по этому закону дети будут, дети тех лет, с 27-го года по 9 мая 45-го года будут иметь статус «Дети войны». Что это им дает? Ну, изначально сейчас мы хотели закрепить хотя бы статус «Дети войны». В дальнейшем, это потому что сейчас за, скажем, какие-то месяцы, до 9 мая мы не сможем решить, даже при хорошем раскладе даже. Новоминистр, наш министр пообещал, что 9 мая они выплатят детям войны по 2 тысячи рублей. Это как бы первоначально. Ну, на сколько денег хватило? То есть, только начало? Да, потому что деньги не были заложены в бюджет. Ну, где-то что-то где-то урежут, ну, дадут. Как говорится, каменицы с мертвой точки сдвинут. В дальнейшем, конечно, есть предложение, чтобы их приравнять либо к ветеранам великой войны, либо к ветеранам труда. Это, ну, как уже будет дальше рассматриваться. В будущем году, скорее всего, за этот год что-то мы решим, что на будущий год будет уже как бы окончательно сформирован, именно чем будут пользоваться дети войны. То есть, я так понял, что самое главное, что с мертвой точки дело сдвинутся. Да, уже статус будет дети войны. Будет и работа по этому. Потом можно носить поправки, живут и все это, да, благо наших, скажем, уже ветеранов, не детей даже. Этому, скажем, ребенку войны, дети войны, да, уже 70-80 лет. Который познал все ужасы войны в то время. Ну, да, я так понимаю, это до 9 мая 45-го года отнимаем 18 лет, это с той даты дети войны, да? Ну, да, кто еще был, еще в армию не ушел, ну, у вас еще дома находились. Всего Сергея, вот ты как депутат Народного хорала, да? Мы очень, вот на сегодня, очень, правда, не качественная видеозапись заседания Народного хорала, но она есть, и когда свободное время есть, я просматриваю. И получается так, что, ну, в большинстве своем, то обсуждения, там, того или иного законопроекта, как правило, нету как будто. Как будто депутаты у нас не избранники народа, их назначили, они просто там кнопки нажимают, руки поднимают. И, как бы, в той деятельности законодательной, где законотворческой, где должна присутствовать полемика, споры, мы не видим. Мы видим только одного-двух, там, ну, там, может быть, там, 6-4-5 депутатов активных, которые вносят какие-то поправки, вносят предложения, да? А остальные все молчат. Вот, действительно, они вот так вот, 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 вот так происходит. Почему так происходит? Мне кажется, законодательный орган, он должен, там, быть бурным. Вот, как я фильмы смотрел про древний римлян, да, они там все стоят, обсуждают, там, где-то дерутся, вот так вот. А у нас такого нет, как будто они кнопки нажимают. Может быть, я чему-то не понимаю, но что-то не понимают мои подписчики, наши подписчики. Хотелось бы послышать, как у депутата, отдельно. Ну, почему там, как проходит так спокойно? Потому что все вопросы, ну, как говоришь, там, обсуждения проходят на комитетах. До заседания приходят на комитет и докладчик по этому вопросу, и депутаты задают вопросы. И бывает, обсуждают очень долгое, что комитет, скажем, грубо говоря, должен длиться два часа, и четыре, и пять часов проходит. Потому что не могут прийти к какому-то решению. Потому что без решения комитета вопрос не будет вынесен на заседание. Почему всем, как бы, не обсуждают? Ну, это зависит от каждого депутата. Депутат вправе пойти и сходить на любой комитет, послушать, поучаствовать, если что-то не понимает, да, вопрос. Вопросы задать. Ну, и многие ходят, многие ходят, будучи в одном комитете, ходят в другие комитеты, ну, на заседание. Как бы, в курсе быть. Почему и проходит так тихо? Конечно, бывает не все так гладко. На комитетах бывают решаются такие вопросы, что с предложением депутатов, чтобы на сессии уже с поправками принят какие-то те или иные замечания. И вот бывает на сессиях, когда вопрос задают, и докладчик рассказывает, что, да, поправки у нее из них, те или иные, которые были внесены депутатами. Вот, как бы, так происходит. И вот весь вопрос, почему так тихо-то? Потому что все, скажем, дебаты проходят на комитетах. То есть все уже обсудили, а здесь надо закрепить выходит? Да, получается так. Ну, в принципе, есть вопрос, конечно, у депутатов, если что-то он упустил, можете здесь вопрос задать на сессии прям. Что-то там недопонял, или там что-то не так понятно было написано, напечатано. Докладчик всегда может ответить на этот вопрос, кто представляет тот или иной этот вопрос. Ну, как-то так вот. Спасибо. То есть все решается на комитетах, и там идет бурно обсуждение, да? Ну, что, действительно, транслироваться не будет. Да, потому что там, ну, представьте, это, как бы, ну, вроде было некрасиво. Как бы уже. И сама сессия проходила бы тогда, если без, не было комитета, ну, скажите, сколько-то по времени шло. Она, ну, грубо говоря, ну, целый день проходила бы сессия. Сергей, вот, да, я коснемся аппарата, да, народного хурала. Я был на целый этаж, да, занимает у нас народного хурала, я понимаю. И вот недавно буквально, по-моему, образовали там совет или что-то такое-то. Вот. Чемчинец Берекова анонсировал по законопроектам. На мой взгляд, как жителю республики, это дублирует. Если есть целый аппарат на целый этаж, где выходит, не помню, тот совет или тот, когда, когда, когда организация будет делать работу. Вот я до конца не пойму, хотел бы услышать от тебя, как от депутата, мнение будет у нас. В этот совет будет входить представители комитетов, входили фракции. Это при главе республики Калныкия, да? Да, ну, это будет, ну, я так, на мое понимание, это будет приходить до межсессионального заседания. Собирается вот совет и обсуждают те или иные законы, какие нужны или не нужны, чтобы, ну, может быть, и, как бы, обсуждение нужно. Но он же при администрации. Ну, в этот совет входит очень много людей разных, не администрации только. И Хурал тоже сам. Нет, если инициатива, глава республики, это значит исполнительная власть. Исполнительная власть лезет законодательно. При том, что у Хурала целый третий этаж, целый этаж аппарата. Вы же занимаете законодательное деятельность. И, на мой взгляд, эту инициативу надо было, там, председателю народного Хурала, как бы прекратить сразу. Ну, вот, подержали, подержали, теперь будет совет такой. Я думаю, хуже не будет. Хуже не будет, потому что иногда, вот, сидя на сессии, да, многие законы приходят пачками. Допустим, ну, с Госдумы спускаются, да, многие, я думаю, вот, депутаты наши, я уверен, наверное, немногие считают, что там происходит. Потому что, ну, бывает, и спускается, там, огромное количество законов, и предложений, там, и федеральных, там, одобрения, там. Ну, это очень такая большая работа, ну, а очень сложные вопросы, которые можно было решить и на этом совете, да, плюс можно было их выносить потом на ЕРПУ, также, через наш ЗАК орган. Ну, я думаю, это неплохо было бы. Ты, наоборот, думаешь, что это хорошо? Это, я думаю, да, будет лучше гораздо. А вот ты сейчас сказал то, что много законодательных, да, на законопроекты поступает, с Госдумы, там, и еще откуда-нибудь. И ты уверен, что многие не считают. Почему депутаты не считают свою работу? Они же слуги. Вот ты считаешь себя слугой народа? Я считаю себя слугой народа, потому что я был избран от первоначально, ну, как, от Компартии, да, и я являюсь, как бы, членом республиканского комитета, бюро партии. Я выезжаю в районы на встречи. Как ты понимаешь, что слуга народу? Ты, как депутат, как понимаешь это? Ну, как служить народу? Принимать за законы те, которые не во благо народа, а не во вред его. Вот даже, даже если взять последнюю за поправки Конституции, это, конечно, кошмар, это ужас какой-то. Такой небольшой пример. Вы, наверное, все знаете или видели. Когда присуждали имена аэропорта, целый, целый, почти полгода. Длилось все, думали, как это будет, да, полгода название аэропорта. А Конституцию два месяца хотят слепить, как снежные шарики все, быстро, 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 потому что там много чего, скажем, народ не должен знать. Интерес. Да. Чей-то интерес. Если, да, вернемся к тому, почему ты говоришь то, что, ты уверен то, что некоторые депутаты даже не считают те документы, которые... Потому что, нет, я просто так думаю, потому что не все, конечно, есть, которые добросовестно читают все это. Потому что, по роду занятий, скажем так, ну, это мое личное мнение, возможно, возможно, кто-то сидит там, там оденение России, не знаю, через какое там, что у нас. Тупо просто, ну, штаны, скажем, просто потирает, потому что есть люди, которые действительно занимаются, занимаются, творят, хотят что-то делать, а кто-то просто руку поднимает, одобряется все. Есть такие моменты, даже читаешь, бывает времени не хватает, постоянно за рулем, в районы выезжаешь, приходят документы, читаешь, и уже с Госдумы есть постановление отклонить. Я говорю, как отклонить, там такие вещи предлагают депутаты, что это на благо народа. То есть, а рекомендации с Госдумой идут отклонить? Уже это отклонить, я говорю, ну, как так, там, скажем, они не просят миллион, там, буквально, там, полтора тысячи рублей, там, две тысячи, пять тысяч рублей, прибавки и прибавки, а уже Володин, там, отказать. Меня там воспоражает, и потом смотришь, когда на Хурале, эти же законы многие так и проходят. Так и проходят. Это целая система, то, что сверху указали, так и выполняет большинство. Почему так? Мы же у нас по закону депутаты независимые, вам никто не должен указывать приказы, вы сами должны иметь свое мнение и говорить. Почему так происходит? Ну, это на совесть укажут депутаты. Это, вот, действительно, должны слуги, слугами народа быть. Там, неважно, кто говорит, как, с Москвы, там, что там присылает. Тебя избрал наш калмыцкий народ. Ты должен исполнять его волю, чтобы было благо, а не против народа. Вот эти самые главные слова этого интервью, честно говоря. Сергей, ну давай вернемся к нашему калмыцкому народу, к нашей республике. 20-го числа, позавчера, да, ну как, отмечали, грубо сказать, прошел год с момента назначения исполняющей обязанности и дальнейшем избрания главы республики Калмыкия Бату Сергеевича Хасикова. Ну, опять же, твое мнение как депутата за деятельность. Было что-то сделано, не было что-то сделано. Я смотрю на соцсетях министерства, какое-то министерство пишет. Поздравляем Бату Сергеевича за год работы, кладотворный, спасибо вам. Ну, я не пойму, за что. Это мое мнение. Твое мнение какое? Мое мнение такое. Со временем, когда он пришел к Бату Хасикова, был настроен такой, посмотрели, да, молодой, амбенциозный такой парень, сейчас он приятно ведет, там дело открыли, это дело открыли, думаю, ооо, сейчас людей пересажают за те казнократцы, которые были украдены деньги из казны республики, это и федеральные деньги, я думаю, ну, все. Думаю, сейчас, 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 вот год прошел. Кого посадили? Батмайя сидит. Так он и сидел еще при нем? А он при нем сидел, да? Да. Еще при Орлове… Ну, ЭГС, Нанруев… Нет, это городской, а вот те деньги бюджетные, которые были расхищены, скажем так, и в интернете все это… То есть, которые этого непосредственно заслуживают, да? Да. Даже если вернуться к тому, какие были дела открыли, там, возбуждены, или это, сняться с тормозов, ну, сейчас кого-то нас посадят, да. Вот прошел тишина, некие громкие заявления, кого-то закрыли, что-то. Ну, я не знаю, об этом, скажем, история дальше покажет. Может быть, также на тормозах все останется. Или это был такой рекламный ход, чтобы показать, что я такой. А программа, да, программа по машине, я ее с собой вожу, смотрю, обычно приношу на интервью смотреть. Скорее всего, да, хорошие вещи были. Были хорошие, да, да. Ну, год прошел, что-то я не вижу. Даже вот он и новую команду из своих поставил, и в администрацию, и в городе. Ну, что-то такого прям резкого не видно. То есть, так вот, сейчас, говоря такие слова, ты не боишься каких-нибудь? Укорение твоя со стороны администрации? А какие укорения? Ну, там, галочку поставят. Да, пускай ставят. Нет, нормально будет все. Спасибо, ты очень смелый человек. Сергей, вот еще вот главная заслуга Бату Сергеевича, я считаю, главная заслуга Бату Сергеевича, он вывел массы, тысячи народу на митинги. Ну, сейчас против себя, но если смотреть в хорошую сторону, это объединение народа. И я являюсь одним из них, да, там, активистов. Ты ходил, наверное, на митинги, я знаю, видел тебя. Как ты охарактеризуешь, как ты прокомментируешь вот эту протестную активность республики? Она связана не только с назначением Допезнякова, она связана, там, с назначением Орлова, там, каких-то нарушений законодательства, не ответов на те же резолюции. То есть, это как снежноком на капу, на капу. Штыгашев тот же вот. Как ты, вкратце, охарактеризуешь это протестное движение? Оно же конструктивное или напротив? Не, я считаю, что конструктивное. Потому что, если человек, вот, ну, многие вышли даже люди, да, один, там, два, одиночный пикет, он выражает свое мнение, да, протест свой. Взять даже до прихода Бату Сергеевича, таких волнений не было, было у нас тихо в болоте, спокойно. Сейчас, получается, народ понимает, что, ну, сколько можно уже, сколько можно народ обманывать. Я уже, как бы, в одном из интервью рассказывал, по-моему, да, за трапезников. Ну, не так он должен был прийти, не так. А то, глава республики своим решением предлагает, как бы, вот... Умешиваясь в деятельность органов местного самоуправления. Да, да, да. Вот. Так еще открыто. Открыто, да. Я вот думал, да, ну, почему раньше таких волнений не было. Вот Зотов взять. Он тоже москвич. Он тоже москвич. Но его сразу не поставили же представителем правительства. Он проработал, там, более года, заместителем. Проработал и все. Народ такого вроде увидел. Потом поставили его. Народ разве возмутился, что он, там, какой-то парень, стал представителем. Никто ничего не сказал. А тут сразу. Ну, поработал годик у нас, полгодия, как замок. Народ увидел его. Может быть, что он сделал отдельно, да. А так сразу ставить, ну, тоже неправильно. Тем более у нас народ такой горячий, скажем так, по кондитурам. У нас и свои есть. В Волне много таких. Которые едят безработные и, скажем так, хотели бы, ну, не дают работать. Много таких. Сколько людей у нас в Москве отучились. Молодые, хорошие кадры. Образованные. Образованные, да. Сюда приезжают, помыкаются, опять уезжают. Потому что, ну, себя не могут приложить где-то здесь и не видят себя в городе. Даже. Или в республике. Проехать в район, ну, кто поедет, работает за копейки какие-то. У всех дети, семьи. Жизнь кредитная. Тоже надо понимать об этом. Вот. А то, что вот с головой, конечно, вот я не знаю, чем это закончится. Сейчас лето, парада отпускового будет. Опять же, школьная программа пойдет. Как это будет? Конец года. Хватит нам денег на конец года в республике? Не хватит. Непонятно. Очень непонятно. То есть ситуация в республике вообще плачевная. И ты отталкиваешься от бюджета, да? Ты же знаешь? От бюджета, да. Потому что, ну, бюджет, конечно, желает лучшего. Ну, я не знаю, это... Хватит денег нам, не хватит. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Вы же, наверное, видите, что творится в мире. Доллары растет. А это чем чревато? Подражение цен, бензин. Все. А мы... Даже мысли там где-то все взаимовозьмем, опять же, кредит какой-нибудь. Нам этих денег не хватит. Я так думаю... Даже на социалку нам не хватит. На социалку, да, не хватит. Потому что тут зарплаты выходит не хватает. Я так немного ориентируюсь, но не так, но я ориентируюсь. И... Подать кредит в социалку, потом другой кредит закосить. Снежный ком, получается? Снежный ком, он растет год за год. Все больше и больше, больше и больше. И там, я не знаю, выхода я не вижу. Потому что, ну, сколько можно... Вот и на сессии там вопрос задавал, счетная комиссия. Ну, я и докладывал, что деньги уходят. Уходят налево. Ну... Как понять налево? Воруют? Ну, не знаю, как воруют, но при... Я так понял, что при подсчете проверки Минздрава, да, нашли очень грубые нарушения. Афонсу, да? По-моему, там... Я сейчас точно не помню, но там было... Уэльева на около 200 миллионов. У меня было даже первичных документов. Первичных или подтверждающих? Ну, подтверждающих. Да, да, да. Представьте, какие суммы. Это за 12-й год. Это вот если копнуть, копнуть, я могу вам как-нибудь на эту тему поговорить. Ну, что вот где, где реальные вопросы, да, вот нужно... Если человек украл, у нас вот так бюджет маленький, да, и дырявый, скажем так. Надо сажать деньги, возвращать опять в казну. Хорошо. Человека посадят. Кто деньги вернет? Никто. Никто. Вот просто нет этой проблем, никто не решает ее. Да. Ну, законодательство такое заслужено. Вот. 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 И вы, сейчас, такие патриотические слова говоришь же. Вот такие патриотечки, ну, знаете... На мой взгляд, на сегодня пришло время всем нам объединиться, начать с себя и делать что-то для калмыки. В рамках конструктива, в рамках плодотворной работы определенной. Но есть люди, которые засиделись на своих местах, и у них, я даже в их глазах, в их действиях не вижу того огня, не вижу заинтересованности в развитии республики, развитии народа, проживающего на территории. Как нам с ними быть, которые засиделись? Ну, ты посмотри, действительно, люди засиделись. Имена я не буду называть, я думаю, они знают. Мне кажется, нужен уже народ созрел. Депутаты, вы избранники народа, слуги народа тоже должны созреть, чтобы что-то как-то влиять на это, на назначение. Не вы же утверждаете тех же министров. У нас получается, что некоторые министры возвращаются, некоторые остаются, которые, например, не очень компетентны. Другие приходят, занимают посты через учреждения, которые проходят большие деньги. Но не те люди, я считаю. Как нам с этим бороться? Как нам поставить хороших, квалифицированных, порядочных людей? Ну, конечно, порядочных людей надо ставить. Ну, сейчас за, скажем, за полгода, за месяц, за год, это не исправишь. Потому что система целая сложилась. Сложилась за это, скажем, новейшую историю, и на России, когда это пошло. У нас люди заметили, да, простым языком сказать, да, не смотрят вперед и не на будущее, а там планов, как экономику, чтобы распланировать, там, если даже министром сидит, да, там, замом, чтобы распланировать, чтобы в будущем какие-то получить преференции, там, допустим, не он лично, а вот республика получит, да, все работают, как говорят, на хапу. Вот я сейчас сидю, сижу в власти, я сейчас хапну, моя семья будет нормально. А что это страна тревога? Ну, не в этом же смысл же. Смысл должен быть для калмыкии. Вот, к чему я и говорю. Спассионально настроен идти, делай что-то, чтобы что-то детям нашим оставить, понимаешь? Действительно, я согласен, многие даже депутаты есть, которые заходят для того, чтобы, там, взять, ну, как, определенный статус, чтобы, там, продвигать свой бизнес, да, или, там, уберечь свой бизнес, понимаешь? Мне нету интереса в народе. Мне кажется, вот именно сейчас, то время, когда надо все в сторону убрать, вот как в клятве, да, да, отрешимся от зависит, от похвальбы, от затаенной вразделе, от изменности, от ложбы, вроде, вы, 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 вроде свои обнажимые вынимутся, и вот так вот сейчас надо, вот именно сейчас, потому что все уже, бюджет дырявый, народ раскололся, да, надо объединяться и двигаться в этом направлении. Как нам к этому прийти? Я думаю, как нам залезть в души, да? Уже не в ума людей, а в души, чтобы... Ну, это все зависит, опять же, все зависит от каждого жителя нашей республики. Вот он, когда проснется, вот эти митинги, которые проходят, да, вот те люди, которые приходят, вот, скажем так, как будто проснулись и выражаются у недовольствия, вот, то, что происходит. И это, я думаю, потихоньку нарастает, ну, очень долго это раскачивается, очень долго, потому что не все ходят, я понимаю, что на митинги, там, акции, протесты какие-то, да? Вот это вот все идет. На выборы тоже не ходят. А как раз-то, вот, любимая многих подговорка, от меня ничего не зависит. Ну, как не зависит? Конституция прописана. что может быть избранным и избираться. Ну, народ этим не портится правом, да? Потому что, ну, рукой машет, постановит, меня ничего не зависит. И как раз дают шанс отфальсифицировать все эти народные, скажем, настроения. А потом, под конец, после выборов опять, ну, я же говорил, что не зависит. Правильно, ты не пошел, брат не пошел, еще не пошел. Вот тебе лишняя стопка людей. Ну, Сергей, моя фишка, да, вот, моя фишка выборы. Я считаю, что когда мы научимся избирать правильно, то есть, не нарушая закон, правильных людей смотреть на компетенции, на качество, и у нас все будет хорошо. Как нам это сделать? Народ надо убить, выходить, выходить на митинги, протесты, на выборы ходить. Вот надо убеждать их, что они немножко раскачать их. А так получается, вот, общая масса людей, одна из них сидит, смотрит с кухни, да, а посмотрю, как пройдет, не пройдет, выйдет, не выйдет, то есть, выгорит, не выгорит, вот как к ним, залезть, скажем, в душ, чтобы их разбудить, вот вопрос, потому что, за это все, по правлению, сколько лет, 20 с лишним лет, у людей охоту отбили уже, не то, что свой голос за кого-то, просто прийти на выборы, раньше было, как праздничное мероприятие, да, все шли, люди ходили, радовались, я вам помню, тут ходили, музыка играла, шары были, все довольны, не какие там, сейчас люди идут, прям, их гонят, злой, злой, и как волки, все идут, ну да что такое, это же ваш выбор, выбираете вы, нет, тут получается, все наоборот у нас, Сергей, вот ты русский человек, как ты, отреагировал на, высказывание, Штыгашу, я не говорю про францию, про коммунистов, твое личное, мне не твоя реакция, ну, мое, я, когда узнал это, ну, поинтересованному, что он такое сказал, ну, зашел в интернет, посмотрел, видео увидел, видео его, посмотрел, ну, скажем, у меня однозначное решение было, человек либо с ума сошел, либо он, больной человек, нам был усын, председатель их совета, такие вещи, заявлять необдуманно, это, ну, я не знаю, почему ты решил, что это необдуманно, а как человек потом, я тут же, сразу, извинения приносит он, если он прав, если бы тот человек прав, допустим, да, зачем он извиняться тогда, если он прав, это уже о чем-то говорит, значит, что-то ляпнул не то, потом на наследие, по-моему, вышло его извинение, ну, через пару дней было, да, да, это вот говорит о том, что человек, человек понял свою ошибку и говорит, если бы, если бы я человек, ну, как бы, себя поставить на его место, да, если бы я такое сказал, да, я был прав, зачем мне извиняться, вот, зачем извиняться, если я в чем-то прав, у нас человек понял, что он не прав, но это не то, что он не прав, это, поступок, это, ну, скажем, сказать нехорошим, это, может, ничего не сказать. Мне кажется, меженациональную рознь уносит. Да, это я согласен с вами, да, что он вносит, потому что, ну, человек без фактов, без ничего, так, голословно, ну, голословно все это преподнести, тем более, зная вот это, ресурсы интернета, моментом все это разбегается, и даже при желании, не сможешь убрать все это, и все, а потом это отражается, на ком, на нас, на жителях, вот, вы скалмыкии, вы предатели, и все, потом бегать, доказывать, что мы не верблюда, все, опять-то, время ложится на нас, то, что он извинился, тоже никто не смотрит, ну, согласен, а первое слово, да, оно всех сразу, скажем так, ставит такое, нехорошее положение, и это, с его стороны, очень, скажем, непозволительно даже, некрасиво даже, скажем так. Ну, ты на это жестко реагируешь. Да, потому что это, заряд, ну, как бы, сейчас в камере такого нельзя сказать, но на эфире, да, потому что, больше у них слов, негативных, ну, как бы, ты можешь сказать, я запикаю. Сергей, ну, раз уж мы начали говорить, да, о национализме, да, о этой розни, да, у нас было очень много митингов, было очень много митингов, и нас, ну, активистов, вообще, людей, присутствующих на этих митингах, ну, обозвали, да, обозвали, да, даже, ну, накинули на нас, там, тени националистов, поскольку мы протестуем против трапезников, то есть, русского человека. И действительно, на митингах было очень мало, ну, на митингах были одни калмыкии, если были, там, я вот видел на 27-го, там, несколько, ну, парни кавказской национальности, ну, и русские ребята, мне кажется, это сотрудники органов внутренних дел. Почему? Русские люди, ну, другие, да, на нации, проживающие на территории, калмыкии не поддержали калмыкинский народ в этом движении. И тем самым, придав, там, косвенно, подтвердив ту тень того национального языка, который якобы мы выражаем. Ну, тут, получается, один, в одном вопросе несколько вопросов, получается, то, что называют, ярлык повесили националисты, это неправильно, это в корне неправильно. Если человек националист, да, в хорошем понимании, он отстаивает свою позицию, своего народа, в хорошем понимании. Ну, да. А то, что сейчас бы хотят прилепить, то, что межнациональная рознь, вот это, что-то там. Сейчас я перебью, даже вот в России, у меня есть друзья, которые в России, они смотрят, говорят, вы что там против русских идете? Вот там смотрится так, потому что они, ну, суть не уникать, а думают, калмыки возмутились, там, фути русского, мэмэра, идут из Денера, а то, что мы возмутились из-за того, что там, из-за его, компетенции, из-за его, этого негативного, прошлого, да никто не говорит. Вот же опять, как с Шаш-Цегашем, да, как только прилепит на ярлык националисты, да, потом не отмоешься, что ты во благо делал что-то для своего народа, потом каждому, как сейчас говорил с премьера, да, что там с Россией, там, говорят якобы, что там против русских, тут-то вот, кто это разжигает, это, ну, не знаю, это не тоже, нельзя так делать, нельзя, потому что, я и говорил, что за трапезник, вот то, что его назначение не так должно было происходить, не так. Второе, это по поводу, ходят на митинги, одни кавмыки, русских нет, это мое мнение лично, да, потому что, скорее всего, за управление этого времени, там, город, допустим, республики, да, сложилось некое такое мнение, что, ну, брат, сват там сидит, что это, пойду, без меня все решат, без меня решат, и теперь, когда народ просыпается, да, что-то хочет сказать, ну, дельное, правильное, да, он еще не осознает, я так думаю, что, ну, смысл идти, да, между собой бьются, тут как раз-то вот это, вот та изюминка, что, если бы пришли бы сейчас на митинг, 10-15 человек русских, да, у тех людей, кто обзывают над солистами, не было почвы, ну, чтобы сказать такого, да, народу не ходит, ну, вот это вот, нет, я сейчас еще перебью, они многие согласны, у меня много друзей русских, ребят, да, кавказцы, которые спортом занимаются, я раньше занимался, и говорят, да, все звонят, все делаешь правильно, там, вот это вот это сделать, но, почему не ходит? Просто, мою мне лично, охоту отбили, просто отбили отходу, это же, я говорю, начиналось всего, еще с того, когда на выборах, я к чему вернулся опять к выборам, убрали графу против всех, когда человек идет на выборы, это его выбор, если не нравится человек ему, он здесь ставил галочку против всех, убрали эту галочку, народ перестал ходить, ну а что я пойду там, уже не за кого голосовать, и он так сел дома, и сидит, никуда не ходит, хотя, правильно говоришь, многие, разговариваешь, да, они все согласны, все правильно делаются, но они выходят, вот не ходят, и все, вот, говорю, просто охоту отбили, я не знаю, я лично ходил, нормально, потому что, как бы, я уже в этих митингах, давно участвую, для меня это да, это нормально, отставить в оппозицию, точку зрения, может быть, что не созрели к этому, но не ходя на митинги, они вот подтверждают, эту тень, да, национальную митингу, которую на нас бросят, еще там, а вы там, калмыки, сами разбираетесь, нет, это неправильно, потому что, это не только калмыков, касается всех проживающих, кто в городе живет, в калмыкии, а тут же не одни калмыкии живут, тут русские есть, другие национальности, тут всех это касается, очень сильно, так что, я думаю, в этом плане, тем более, мы еще вместе живем, конечно, да, уже сколько лет, и друзья, и в армии, и калмыкии, и русские, все дружат, и нормально, все никаких проблем, вот это единственная проблема, это выборы, да, вот человек, это мое личное мнение, такое, что, скорее всего, даже не бояться, даже нет, не бояться, охоту отбили, охоту отбили, да, ну так, к своим звукам, раньше, вот даже вернуться, наверное, 15 назад, было получше, народу было больше, ходили везде, многонациональные, многонациональные, да, и получается, что у нас, у нас в городе осталось, ну, старики остались, большинство русских, да, куда им идти, потому что молодежь, молодежь вся такая, полноценная, большинство уехало, с городом, тоже уехало, да, это не секрет, и русские, калмыкии, все выезжают, потому что нет работы, мы город, и республика дотационная, у нас ничего, на него производства нет, смысл даже, здесь оставаться, да, природа наметит, покричит, а чем семью кормить-то, нечем, вот они уезжают, а старикам, ну, получают на пенсию, пенсию, ну, тоже, как бы, как вариант, я так думаю. я с тобой согласен. Ну, раз уж мы затронули эту тему, да, Сергей, давай поговорим о таком, на руководстве, да, руководствующей республики, о национальном составе, руководств республики. Если мы посмотрим силовиков, министр МВД, ну, будем говорить, не Калмык, прокурор, не Калмык, я не служу от судебного пристава, не Калмык, ФСБ, не Калмык, город или ста, администрация, не Калмык, председатель правительства, не Калмык, я не говорю уже, замешательный председатель, Астрахани, ну, ста, статус управления, тоже не Калмык, там, народный хурал, не Калмык, председатель избирательной комиссии, не Калмык, единственный Калмык, это, вот кто контролирует органы, это, федеральная налоговая служба, и то это, время исполнять обязанности, по-моему, Роспотребнадзор, второй, для меня, для меня, как для Калмыка, да, ну, в хорошем смысле, слово националисты, это, как-то, настороженно, очень настораживает меня, это, поскольку я жил в те времена, когда у нас министром ввода был, Бакланов, там, Гендеев, Сас, там, председатель Верховного Суда, Дакинов, да, ну, там, председатель правительства, тогда был, вот, у меня такое ощущение, что, нас хотят потихоньку уничтожить, я так не думаю, как русский человек, как депутат, я так не думаю, перечислил для всех в первых листах, но у них замы везде есть калмыки, это, это радует, почему, система очень отличная, когда, если на тебя руководитель русский, или наоборот, калмык, то должен быть зам, если он калмык, то зам должен русский быть, это нормальный паритет, такой, что всех устраивает, а то, что вот в силовых структурах, вот, МВТ, ну, я думаю, что доверие потеряли, наверное, людей нету, стоящих, кто встанет в уголе. А следственный комитет исполняет обязанность, как калмык? Пока исполняет обязанность. Но не назначат калмыки, это однозначно. Ну, ты, я не знаю, как это будет, для чего это сделать, ну, я думаю, плохо, хуже не будет, потому что, если бы сделали бы полностью весь аппарат, там, допустим, одни калмыки, одни русские, это, конечно, было перебор. А так, если идет... В силе не калмыки. Я считаю, что здесь смешного ничего нет. Не, ну, понятно, да. Я, я не могу сказать, сразу тебе вот, как это, почему так же? это не мое видение, это видение руководства. Может, у наших руководителей, кого поставят, нет доверия к тому-тому или иному человеку. вот я, я не знаю, почему. Я не могу за них ответить. Раньше, вот, правильно, раньше были идти, 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 а теперь вот так получается. Об этом только может догадываться, почему так. просто даже вот админ, власть, которая региональная, хурал, хурал, глава, председатель правительства. Раньше был там правительство, там, хурал, калмык, один был, не калмык. Сейчас двой, не калмыка, и один, калмык, аська. вот, вот, это вот, наше руководство так решает. Руководство какое? Республиканское? Ну, если федеральная, то федеральная. А Республиканское, ну, как ты думаешь, что по этому поводу, нам кому-то волноваться? Я думаю, не стоит, потому что она сама себя расставит местно по местам. Те люди, которые живут, ну, и работают здесь сейчас, как пришлые, да, дай бог, если бы они будут работать на Республику, а не на себя, на имидж, на карман, все такое, да, все остальное по боку, да. Конечно, вот, команда тоже настораживает Бату Хасикова, по поводу председателя, правительства. Я бы увидел там других людей. Других людей. У нас много достойных людей и в Республике, и в городе, которые неплохо, неплохо разбираются. Потому что здесь живут, они знают, как это быть, как сделать. Да, если управляющий, представитель хороший, экономист, управлений, спать чум, боскороной рулит, местные, чтобы, как бы, все отрасли, мелкие, должны наши позволять, потому что им виднее, виднее. Один из важных критерий, замещающего высокую должность, это, чтобы он здесь жил и вернулся сюда жить, и чтобы его дети здесь жили. А то, папа оставил, дети там живут, да, он быстро-быстро уехал, и все там. Сергей, давайте поговорим об оправке Конституции. Что делать жителям республики Калмыкия 22 апреля? 22 апреля, если его не перенесут с этим коронавирусом, да, мое мнение, да. Там ЦИК, я вчера заходил на сайт ЦИК, там уже какие-то предусмотрены меры безопасности, чтобы меньше народу ходило, как-то распределить. В итоге мы перейдем на электронные голосования, мне кажется, все. Ну вот же. И тем, наоборот, воспользоваться не для того, чтобы отложить, а для того, чтобы воспользоваться, чтобы быть... К этим поправкам, да, вернемся. Поправки. Меня самого настораживает то, что вот они все по телевизору видели, все это кичится тем, что вот социалка, социалка, социалка. А что такое социалка? Мород, закрепить конституцию? А зачем? Он... Дисанцию песен. Они и так законом утверждены уже. Все. Это говорит о том, что так придумаешь немножко призадуматься. Это такое верхушка Асберга, чтобы население немножко усыпить. Отвлекать. Усыпить, чтобы вот они хотят социалка. Многие люди, которые в сельское место, у нас будет социалка закреплена в конституции. Так есть законы, которые уже работают, поэтому они не нужны, они дублируют друг друга. Если это, предположим, убрать социалку, верхушку Асберга, который сейчас везде это рекламирует по всем каналам, что народу предлагать, что народу предлагать, да, типа, диалогом, вот что народу предлагать, а не все предлагать. Нечего. Уже на обещании. Там только все идет ужесточение, 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 все. Как вот человек, если грамотный, хорошо, ну, разбирается, ну, даже сельский, допустим, малограмотно, он подумал, а за что я буду голосовать? Чтобы Путин сидел вечно. Только из-за этого. За то, что там упрощают председатель президента России в госсовет. Вот. Это такой антураж сделали специально, чтобы, опять же, возвращаемся к началу разговора, да, два месяца всего, два месяца. На поправке конституции, аэропорты, полгода, полгода думали, аэропорты и два месяца конституции, то где вот это справедливость, скажем, вот где справедливость? Нет. Если бы они дали раскачаться на полгода, я думаю, народ сейчас прочитал бы, не поленился бы, что там, как там, и выразил свое мнение бы. Но для этого и сделано на краткий срок, я так думаю, чтобы человек не разобрался, а потом будет и ему текать, ну, вот, заголосовали, вот, теперь пожинайте плоды. Мое личное, я вот, когда пойду голосовать, я буду голосовать, против. Но идти надо. Ити обязательно надо. Обязательно. Потому что все зависит от каждого члена нашей страны. Здравствуйте, дорогие друзья. Поскольку последнее время мы стали часто говорить о развитии гражданского общества на территории нашей республики, о контроле действующей власти со стороны этого общества, о том, что мы хотим научиться выбирать правильно правильных людей, мы решили проводить занятия по изучению действующего законодательства о выборах, по результатам которого мы подготовим компетентных наблюдателей, которые будут контролировать ход тех или иных выборов. Эти занятия будут проводиться с апреля месяца на выходных, то есть в субботу и воскресенье по адресу городу Листа Ленина 361. Весь март месяц мы будем формировать группу для обучения. Желающие пишите, звоните на номер телефона, указанный на экране. Это мой номер, мы для всех открыты, мы вас всех ждем. Сергей, спасибо тебе за то, что ты пришел. Что бы ты пожелал нашим подписчикам? Может, камеру? Что пожелать? Пожалуйста, здоровье это самое главное. Потому что без здоровья в борьбе с этой властью никак не выстрелите. Ну, уверен, бояться ничего не надо. Если человек прав, он должен доказывать свою правоту везде. И ногами, и руками, и в судах. Сейчас придешь на интервью? Если позовете, приду. Ты можешь выбрать какую-нибудь тему индивидуальную, отдельную, которую ты сам бы хотел обсудить? Мы можем сделать так. Хорошо. Спасибо, дорогие друзья. Это был депутат Народного хурала от Коммунистической партии Российской Федерации Сергей Александрович. Ну, и в завершении хотелось сказать смотрите, ставьте лайки, комментируйте, чтобы эти передачи поднимались там, вверх, в ютубе. Спасибо, всем удачи. У меня днюху сегодня, 40 лет. Это дюжу. Это дюжу. Это дюжу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok